Столько радости было, что у нас появится земля, землю нам дали. Много радости, грандиозные планы и большие надежды. Все это, как говорится, было и прошло. И если надежда умирает последней, то в данной ситуации она еще не умерла, но уже при смерти. Очередная битва за заслуженный участок снова проиграна. Сейчас одни нервы, одни вот это вот, нервотрепка вот эта, каждый. А первый суд проиграл, второй суд проиграл. Якобы жители поселка против. Ведь землю выдает на самом деле у нас глава района, в котором как раз-таки находится данная земля. Почему наше государство не решает эти вот самые мелкие вопросы? Чтобы потом человек, многодетная семья не ходила по судам. По судам многодетные мамы и папы пошли после того, как начавшиеся внезапно проверка также неожиданно завершилась вердиктом. Земли были выданы незаконно. Якобы построенное здесь жилье перекроет местным жителям вход в лес. Да и год назад, когда администрация делала этот дорогой подарок, его забыли должным образом оформить и опубликовать соответствующие документы. То есть, раз нет публикации, значит решение не имеет силы юридической. Привлечь кого-то и администрацию привлечь в конце концов, потому что само государство эту землю выдало. И почему само государство его же хочет отобрать? Вот этот вопрос вообще непонятен на самом деле, даже мне. Прокомментировать ситуацию с земельными участками, которые якобы на законных основаниях сначала дают, а потом на тех же самых основаниях отбирают, мы попросили представителей палаты земельно-имущественных отношений Высокогорского района республики. Там состались на сильную загруженность неотложными делами и пообещали ответить при первой возможности. На момент подготовки сюжета к эфиру никакого ответа получено не было. Счастливые семьи были уверены. Народная мудрость о том, что бесплатный сыр бывает только в Мушеловке, здесь не сработает. Не тот случай. Земли им выделились безвозмездно, то есть даром. Но пресловутая мудрость сработала. Мушеловка захлопнулась, люди оказались в тупике. Да и бесплатный сыр, в данном случае землю, теперь требуют вернуть. Вот и не верь после этого в народную мудрость. По всему выходит, что мудрый народ не ошибается.